Всем привет! Недавно я несколько обновил свою игру по SCP Потерянный сигнал. В ней больше разных штук, меньше тормозов и глюков. В общем, игра растёт и развивается, и с каждой версией приобретает черты задуманной игры по SCP. С большим открытым миром и множеством событий, уникальных для каждого прохождения. Кто знает, может вы из будущего и уже играете именно в такую версию. Так или иначе, ссылка в описании. На этом канале мы немало узнали и о самом фонде SCP, и об организациях, существующих в этом мире. О монстрах и загадочных явлениях, обозначенных как SCP-объекты. Но всё ещё остаётся неясным, кто же работает в самой секретной организации. В этом видео я расскажу о пяти наиболее интересных работников тайного фонда. Начнём с относительно простого. На артах по SCP часто можно увидеть картинку собаки в деловом костюме. На самом деле, это один из наиболее известных и необычных персонажей SCP-вселенной, имеющий четвёртый уровень доступа профессор Кроу. Изначально, разумеется, он не был собакой, а был обычным учёным, который прославился заметными трудами в области робототехники. Потому получил приглашение в фонд SCP. В фонде он исследовал десятки различных объектов. Но в ходе инцидента Кроу стал собакой, однако не утратил своих умственных способностей. Поэтому превращение в собаку не помешало ему продолжать работу, и на данный момент он занимает должность старшего библиотекаря фонда. Так что да, в фонде SCP есть собака с разумом человека, следящая за библиотекой. В реальности этот человек – это один из администраторов сайта SCP, сидящий там под ником Каин Паттас Кроу. Кроме этого, он пишет объекты SCP, и написал он SCP-035, маску одержимости и ещё десяток других. Ещё один сотрудник фонда – это доктор Гирс. Это достаточно непримечательный человек, всегда спокойный и рассудительный, ничего не боящийся и не проявляющий эмоции даже в самых сложных ситуациях. Из-за этого ходят слухи, что он и не человек вовсе, а робот или какая-то аномальная сущность, но сам Гирс это отрицает. Он работает в фонде SCP практически с самого его основания по сей день, а значит, как минимум, обладает аномальным долголетием и живёт уже больше 100 лет. Ему открыты все двери фонда, и он изучил большинство SCP-объектов. Благодаря своему особому пониманию мира, ни разу не пострадал и не попал под влияние ни одного из них. Его мировоззрение заключается в том, что миру нет никакого дела до человека, а каждый человек живёт сам по себе в совершенно пустом для него мире, который работает не как какой-то замысел или там судьба, а как простая сумма всех его параметров и законов, которые вместе образуют подобие хаотичного механизма. В некотором смысле это его миропонимание – это его суперспособность. Оно позволяет ему придумывать условия содержания для самых опасных и нелогичных объектов, и находить способы выбираться из самых сложных ситуаций. Персонаж Гирса может и не очень интересен сам по себе, но реальный Гирс – это не только администратор сайта SCP, но и автор более 50 объектов, среди которых такие как SCP-084 статичная радиомачта, SCP-106 старик, SCP-682 неуязвимая рептилия, SCP-914 часовой механизм, да можно сказать, большинство самых известных и популярных SCP-объектов придумал Гирс реальный, и содержит в фонде SCP его персонаж. Далее у нас идёт доктор Кондраки, который работает в зоне 17, имеет третий уровень допуска и отличается тем, что часто пытается улучшать оружие и различную технику при помощи различных аномальных артефактов. Он настолько увлёкся всем этим делом, что, например, фотоаппарат Кондраки одно время классифицировался как отдельный SCP-объект под номером 515, однако затем был заархивирован, а этот номер был присвоен другому объекту. Фотоаппарат Кондраки способен фотографировать в бесконечном разрешении, ограниченном только объёмом цифрового носителя, может запечатлеть любые невидимые аномалии, а также обладает настолько мощной вспышкой, что её можно использовать как световое оружие. Кондраки занимается исследованием многих объектов, но прежде всего ему интересен SCP-408, рой разумных бабочек, который способен принимать разные формы и маскироваться под различные предметы, в том числе людей и животных, и даже некоторых аномальных существ. Кондраки смог найти общий язык с этим существом, и в итоге рой бабочек, способных создавать любые иллюзии, находится под его управлением. В реальности Кондраки – это один из авторов SCP, написавший почти два десятка объектов, хотя в целом особенно заметных или популярных среди них нет. Так что идём дальше. Дальше у нас идёт Доктор Брайт. Впервые о нём стало известно при захвате SCP-590, человека, который мог лечить других, но забирал все недуги исцелённых людей себе. Будущее Доктор Брайт увидел, как загадочные агенты забирают его аномального брата куда-то, и попросился с ними. Однако это звучит как-то странно, что Брайта просто так взяли работать в фонд, куда уволокли его брата в качестве объекта. По ходу чтения материалов SCP мы узнаём, что Джек Брайт – это один из сыновей Адама Брайта, одного из основателей фонда, и тут всё встаёт на свои места. В самой организации SCP, когда над братом Брайта SCP-590 проводились опыты, сам Брайт настоял, чтобы его брат своими способностями вылечил нескольких больных синдромом Дауна, в результате чего разум SCP-590 перетянул на себя болезненных несчастных и деградировал до уровня трёхлетнего ребёнка. Зачем он это сделал, неясно до сих пор. Позже, когда Джек Брайт был ещё младшим научным сотрудником организации, его назначили на работу с медальоном SCP-963-1. Свойство этого SCP в том, что он может поглотить разум того, кто будет убить с ним в руках. Его исследованием он занимался, пока SCP-076-2 Авель не нарушил условия содержания и не вырвался на свободу, разрывая всех на своём пути. Среди его жертв был и сам Брайт. Позже, при разборе завалов, сотрудник класса D поднял с тела Брайта медальон, который тот сжимал в холодных руках. Амулет активировался и заменил личность этого сотрудника класса D на разум Джека Брайта. Медальон поглотил личность Брайта, но Брайт, достаточно изучивший эту безделушку, смог взять на ней вверх и превратил его в своё вместилище, в свой вечный дом. В дальнейшем было обнаружено, что медальон перезаписывает личность любого, кто с ним взаимодействует, промывая мозги так, что человек становится доктором Брайтом. Кроме того, тот, кто взаимодействует с медальоном более 30 дней, становится полноценной копией Джека Брайта и остаётся им, даже если теряет контакт с медальоном. Таким образом, фонд может создавать людей с личностью Брайта в неограниченных количествах, да и не только людей. Удалось создать также и животных, и несколько паранормальных сущностей с личностью Брайта. С каждым новым воплощением в новом теле его личность развивается внутри медальона, набирая опыт и знания. От этого копии Брайта становятся ценными сотрудниками организации. Они занимают должности директоров нескольких баз, а именно зоны 17, 19 и 63. Однако со временем Брайт практически потерял человечность, в особенности после эксперимента, где личность Брайта попытались записать в SCP-682 неуязвимую рептилию. Неуязвимая рептилия впала в кому, но в итоге отторгла Брайта, но после этого оба как-то изменились. Брайт стал презирать человеческую жизнь. В реальном мире доктор Брайт это аватор пользователя Вики Дот под ником TheDuckman и одного из админов сайта SCP под ником AdminBright, хотя скорее всего TheDuckman и AdminBright это один человек. Этот человек написал всего 22 SCP-объекта, что не так много по сравнению со многими другими авторами, но кроме этого он написал около 40 рассказов и самое главное, он написал один из наиболее популярных вариантов 0.1-го объекта с наиболее популярной версией происхождения фонда SCP-001 «Фабрика». Так что пишет он редко, но метко, как говорится. И наконец, наверное, самый загадочный и при этом известный сотрудник фонда доктор Клев. Ни про кого другого нет столько фанатского творчества, как про него. Так чем же он так знаменит? Доктор Клев работает в фонде SCP ученым с четвертым уровнем допуска и сам является аномальным существом, лицо которого невозможно сфотографировать. На всех фотографиях лицо заменяется различными объектами, например, огромной головой паука или змеями. Настоящее лицо Клева отличается от лица нормального человека тем, что у него очень крупный рот, от чего он может улыбаться буквально от уха до уха. Также у него имеется третий глаз. Несмотря на то, что Клев серьезно относится к своей работе в фонде, по поводу всего остального он постоянно врет, более того, часто называет себя отцом всей лжи, потому о его происхождении известно крайне мало, а о нем самом ходят самые дикие слухи. Личное знакомство Клева с различными древними существами, например, с Лилит, говорит о том, что существует он очень давно, однако фонду об этом мало что известно. Из-за всего этого постоянно происходят попытки присвоить ему номер SCP и начать содержать как объект, но как-то до этого не доходит. Необычные умения и познание Клева делают его ценнейшим сотрудником при работе с опасными аномальными объектами. Считается, что доктор Клев когда-то был студентом-биологом. Научная работа которого обратила на себя внимание фонда тем, что в ней явно описывается предмет нарушающий законы физики и биологии. Когда фонд вышел на Клева, от него был получен SCP-447 шарик из зеленой слизи. Слизь от этого шарика обладала практически непредсказуемыми, но всегда аномальными свойствами, что видно из протокола экспериментов. Возможно, что это был лишь способ Клева проникнуть в фонд, так как позже было обнаружено, что в ГОК работал человек с абсолютно тем же набором способностей и особенностей, занимавшейся уничтожением аномальных людей скульпторов реальности. И только бюрократия фонда и в целом нежелание терять ценнейшего сотрудника не дает сделать очевидный вывод о том, что Клев пришел из ГОК, преследуя свои личные интересы. Клева в фонде не очень полюбили. Например, его как-то насильно искупали в ванне слизи от SCP-447. Клев успел повоевать практически со всеми значимыми сотрудниками SCP. Его даже пытались убить, поместив в камеру с SCP-682 неуязвимой рептилией. Однако рептилия по каким-то причинам не стала убивать Клева, а просто рассматривала его. Как уже сказано ранее, Клев в фонде явно преследует собственные цели. По какой-то причине он считает необходимым уничтожить SCP-239 дитя-ведьма, так как считает его крайне опасным SCP-объектом. Пытаясь это сделать, он нарушает все возможные правила и протоколы, принятые в фонде. Руководство фонда терпит все эти особенности доктора Клева по большей части из-за его возможностей в общении с различными древними сущностями, которые есть на содержании SCP, а также потому, что Клев отлично умеет уничтожать аномальные сущности. В реальной жизни пользователь доктор Клев это снова один из администраторов сайта SCP, а также автор нескольких десятков объектов и рассказов, среди которых, например, есть SCP-166 суккуб подросток. Это были пять наиболее интересных сотрудников фонда, которые изучают различные нереальные вещи в мире SCP. На сайте SCP на самом деле еще много, очень много рассказов, связанных с этими персонажами. Так что, если они вас заинтересовали, вы можете прочесть еще пару сотен историй о них на сайте, особенно на англоязычной версии. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok